как вы познакомились как вы познакомились пригласил потанцевать я думал что она намного моложе она думала что я намного старше а когда узнали о возрасте было поздновато мне 20 было мне 39 вот ознакомились на работе в беженом мотоцикле когда я выезжала с работы пока я надевала экипировку прогревала мотоцикла все такое мне подошел познакомиться один такой молодой человек раз пообщались два пообщались кино сходили у нас разница 14 лет я устроилась на работу в территориальный центр и там работала мама алексея и она попросила помочь ей вывести макулатуру и я пришла в субботу помочь маме там познакомились с лёшей было чаепитие как-то спонтанно приняли решение по субботам встречаться и пить чай наша разница в возрасте 12 лет мы познакомились в церкви мы верующие люди сразу знали про разницу в возрасте вас она не смущала я не знал как более лет наверное месяца три то есть я была в курсе нашей разницы я немножечко шокировалась конечно называется спалилась совершенно глупейшим образом поле дома есть на шкафу крыто ну смысле не живая крыса я понял что не спросил что она означает это год рождения и у меня тоже я год крыса и логично что он 12 лет но я немножко испугался прям чуть-чуть немножко да мы сразу знали кому сколько лет нас не смущало то что у нас такая большая разница не ну на тот момент у нас абсолютно это не смущало потому что ни у кого нас планах не было строить отношения вот я просто работала психологом и на тот моменту ли алексея было не самый простой период жизни и мама лёша еще надеюсь что я каким-то образом общаясь с ним как-то помогу больше социализироваться стать более активным глаза на лоб наверно вылезли что у меня сомнений было много у нас год сомнений прошел а чем думали ну что он молодой не так 60 я почему-то думала что он гораздо старше на тот момент ему было 20 24 даже не получается было тогда 36 или 37 нужно куда-то бежать прятаться что-то делать между нами ничего невозможно и уехала уехала знакомой на несколько дней чтобы разобраться в своих чувствах мне было страшно я когда узнал я сильно не переживал мне было все как на разницу в возрасте отреагировали родные мои не знаю сколько точно воли лет но знаешь что старше у меня спокойные родители они отбавляют полностью мама конечно секунд пять наверное была в обмороке ну когда мама выпала из обморока она в общем спокойно к этому отнеслась никаких там вопросов никаких критических комментариев сначала моим сказали родителям я жутко переживала я вообще боялась эти ужасно но я просто представляла не было страшно шоке все были на вере на родители не сразу принимали то что так понимали он уверен наш общий ребенок четвертый а старшая дочь у него старше меня на газ но на момент знакомства наши дочери мне было 21 год средний 18 дочери мне так что ты говори мама это все несерьезно с его стороны по матросит бросит завидовать я просто был моложе сейчас все хорошо мама мне просто сказала если любишь что ну все любви все возраст и покорность ни разу не слышали какого-то негатива узнала мама была явно не в восторге от всего этого происходящей ситуации ну потому что на тот момент у меня были еще сложные отношения в первом браке вот но мама считала что надо как-то так неправильно короче с лёжной стороны возможно это тоже не серьезно потому что он молодой сидел заперти понятное дело что что ему остается влюбиться первую попавшую женщину который оказался в поле его зрения мама алексея запретил в какой-то момент просто приходить к нему в гости попадали в неловкие ситуации из-за возраста была зима мы были соответственно в зимней одежде а меня то ли за маму в первый момент мне честно конечно немножко неприятно было но потом моя дочка на пол головы выше меня и как-то села нас воспринимали лёша и лида лёша и вида иногда америкала рядом с нами наша дочка оксанка и многие просто как-то не придавали значение кто она вот и был один парень который помогал лёше подниматься там общежитие просто к сожалению был со ступеньками и одна же спросила кто это я говорю это наша дочка он спрашивает усыновили что ли вы молодая пара и тут вроде такая девочка большая нас ни разу не воспринимали как не пару ну как этот например там мама и сын не было такую в какие моменты вы особенно чувствуете разницу в возрасте понимаешь анекдоты про волочек а про стерлик тоже может я там про фейса например не пойму я поспать люблю наверное старый никита хочет пустить например а я все мне поспать появился пылесос пылесосом я гноблю и угнетаю вот я была я закончила третий курс когда мне появился мобильный телефон а ты тогда в каком классе был такой интонации первым очень интересный собеседник то есть то мы самый лучший близкий друг то есть разница возрасте они еще и совсем скорее ну если еще это вместе время ощущение что лёша старше чем я наоборот иногда что-то расскажет там что более современное я еще например нахожу долго либо там приложение либо что-нибудь иногда наверное я его останавливаем он более импульсивный вот у него загорелось я его так осаживаем давай вот так вот так вот так мотоцикл я себе захотел но решил пойти отучиться на категории пришел подаю документы надо было справку донести справку у меня в машине пока ходил заправка она уже свои документы подала и вместе учились осаживают осторожно не познакомили я захватила еще советское время это мое детство и так далее какие-то воспоминания что возможно он но это даже не захватил и не знает но это просто вызывало ну какую-то улыбку в шутку все это сводили я еще как-то говорила представляешь ты родился мне уже было двенадцать лет я вообще могла бы тебя но если бы на тот момент были бы знакомы я могла быть твоей нянькой выничала бы тебя а потом бы замуж за тебя вышла комплексуете из-за того что вы старше своего мужчины но у меня есть такой комплекс что уже начинает заметная эта разница в возрасте что когда мы идем да или где-то едем там или находимся в общественном месте что ловлю взгляды людей и мне кажется что нас сравнивают и думаю как бы я за собой не ухаживала ну рано или поздно но эта разница она будет заметно увидишь моложе девушку полюбишь я останусь одна дело в том что мы сейчас оформили статус приемной семьи и мы вот буквально берем свою семью вторую девочку и я вот алексею говорю как бы говорю смотри это ответственность большая чтобы так не получилось что я останусь в таком возрасте и с двумя детьми это наша общая ответственность практически каждый день в виде шутки такой то я старая некрасивая что если бы ты был бы здоровый то в жизни бы на мне не женился я шучу конечно вот у лёши удивительная выдержка как вы заметили было вот именно такая мысль что а вдруг действительно там условно говоря там вот мне стукнет 45 а никите там будет всего 33 например удивительно вдруг ему чего-нибудь другого захочет доживем посмотрим ну единственным комплексом не был то что после родов я поправилась сейчас этим борюсь подшучиваете друг на другом из-за разницы в возрасте например про занятия спортом да бывает там что-то такое я пытаюсь делать у меня не получается и никита начинает подкалывать все это старушка мне 88 лет я неплохо сохранилась для такого возраста подавали документы на визы там заполняем там даты рождения все такое обязательно кто-нибудь чего-нибудь пошутит про там сделано в ссср и так далее дважды бабушка ее бабушка назову не боитесь что ваша половинка состарится быстрее вас бы я осознаю что я постарее на раньше кто-то мы обычно к этому очень с юмором но мы еще спорим кто из нас раньше умрет каждый раз тоже смеемся на эту тему я тоже не знаю как будет в будущем и никто не знает я думаю мы не знаем что завтра будет живем посмотрим я иногда задумываюсь что может быть немножечко сложно ближе к пожилому возрасту когда допустим я уже вот буду в каком-то более солильном возрасте условно говоря я стану пожилым человеком а никита будет еще как-то гернат зрелым но я не знаю я не знаю до этого еще дожить надо доживем посмотрим чтобы она не составила все и угоняем молодой муж конечно мотивирует бегать ее заставляет заниматься спортом следить за собой дожить бы до этого возраста когда она составит уже радость будет какие есть плюсы у разновозрастных отношений я уже борщи варю вкусные и блины с каждым годом все вкуснее да как то все более спокойно все ровно нету каких-то завышенных не знаю амбиций что ни ожидания то есть по пустякам как-то мы не трепим нервы друг другу для меня этот союз говорю плюсы как бы молодой пары которые поженились но как со стороны лёша то есть это молодость свежесть такая страсть какая-то влечение к друг другу и в то же время какая-то и зрелость и устойчивость ощущение надежности опору детства подросткового года пришлись на 90 все знают прекрасно что это было за время соответственно у меня оттуда какие-то отголоски тревог у никита получается уже двухтысячные годы они гораздо более спокойные они гораздо более цветущие и сам гораздо более какой-то спокойный более открытый никита меня расслабляет а я местами где надо бодрю в плане интима некоторая разница на мой взгляд есть мужчины мои ровесники уже начинают сталкиваться с некоторыми сложности в этой сфере дорогие мужчины простите пожалуйста это не про всех про вас это про мой личный опыт более молодом возрасте а таких вещах ну можно можно в общем даже не думать в этом плане в рост могу сказать что все хорошо идеально опыт но я думаю первый плюс я смотрю на мужа я понимаю что молодой он красивый он высокий и мне хочется у меня есть стимул ухаживать за собой вот самый главный плюс это все таки стимул дальше как бы я размышляю о будущем и понимаю что глядя на своего активного мужа да на молодого у меня тоже будет хотеться всегда быть активной и молодой и знаете я еще хочу сказать что я поздно стала мамой это меня тоже активизирует в основном моем возрасте уже становится бабушками а я только к сорока годам стала мамой и меня это тоже стимулирует потому что мне некогда болеть просто человек самый большой плюс вообще мне просто повезло мы и минусов то не видим нас ну как у нас все замечательно все хорошо